Шоколады Рахат Луком производят на этой фабрике. В год объем производства достигает до 10 тонн. 30% продукции идет на экспорт в такие страны, как Казахстан и Россия. Представители предприятия намерены принять участие в выставке «Китай-Евразия. Экспо-товары и торговлям-2023». Это даст возможность найти пути экспорта продукции в Китай. Хоть только даже в Урунчи, знаете, это 7-10 раз больше рынок, чем в Кыргызстане. Даже если добавить Казахстан, 7-10 раз больше рынок. Поэтому их не... А там интересуются нашим продуктам шоколаду и Рахат Лукому. Интерес большой. Рахат Луком – это продукция, которая без всяких химикатов, без добавок химикатов, да, экологичная продукция. Поэтому интерес больше, чем в шоколаде, да. А на этом предприятии занимаются переработкой натурального меда. Здесь скупают продукцию пчеловодов со всей страны, проводят анализы, затем упаковывают для продажи на внутреннем рынке, также для экспорта в такие страны, как США, Япония, Корея, Китай и в страны Персидского залива. Особенность завода – это лаборатория, оборудование которой позволяет определять процент каждого цветка в меде. Перед тем, как закупить партию меда у пчеловодов в лаборатории, мы проверяем продукцию на наличие антибиотиков. Насколько продукция экологически чистая. С начала года мы экспортировали 30 тонн продукции. До конца года мы уверены, эта цифра увеличится в разы. Поскольку сегодня желающих купить наш мед очень много. Мы планируем принять участие в выставке «Китай Евразия экспо. Товары и торговля 2023». Мы недавно обновили свои данные в реестре предприятий Китая. Сегодня у нас есть цель – успешно продавать кыргызский мед по всему миру. В выставке «Китай Евразия экспо. Товары и торговля 2023», которая будет проходить с 17 по 21 августа в городе Уромчи, примут участие 80 представителей бизнеса из Кыргызстана. Они представят на выставке 140 видов продукции. Как отметили в Минэкономии, участие представителей бизнеса Кыргызстана в этой выставке дает возможность развитию сотрудничества с китайской стороной и продвижению экспорта кыргызской продукции в Китай. Представителям деловых кругов Китая, заинтересованным в заключении контрактов на импорт кыргызской продукции, будет оказана консультативная поддержка. Эта выставка нацелена на то, чтобы продвигать нашу продукцию в Китайскую Народную Республику и решить определенные барьеры в включении в реестр наших предприятий китайский реестр. На сегодняшний день у нас в реестре где-то 39 компаний находятся в реестре. Они могут экспортировать свои продукции в Китайскую Народную Республику, но этого мало. Мы сейчас ведем активную работу, чтобы расширить этот перечень. И здесь есть заинтересованность компаний. Например, компании, которые занимаются выращиванием рыбы, тоже заинтересованы поставкой рыбы в Китайскую Народную Республику. В экспо ожидается участие более 3000 предприятий из 32 стран евразийского региона. Также в рамках мероприятия планируется проведение Кыргызско-китайского бизнес-форума, участие в котором примут государственные служащие и крупные представители деловых кругов Китая. Продолжение следует...